Вы слушаете канал жаж.клаб. Легенды давно минувших дней. Инросадира. Легенда о короле-карлике Лаурино и невидимом саде Рос. Существует легенда о короле-карлике, которого звали Лаурино. Он владел замком с великолепным розовым садом в горах Катиначо, и у его была дочь Ладина. Однажды принц Латемара, проезжая через его королевство, залубовался розами, но увидев Ладину, влюбился в нее. Он решил похитить девушку и жениться на ней. Когда принц привел в исполнение свой план, король Лаурино пришел в такое отчаяние, лишившись дочери, что повинил во всем розы и проклял свой сад. Он сказал, что отныне его розы станут невидимыми, и ни один человеческий глаз не сможет больше восхищаться его садом. Но король не подумал о солнце, которое видело его розы и считало несправедливым такое заклятие. Тогда солнце при каждом восходе и закате окрашивало весь пейзаж вокруг в цвета королевских роз. Лаурино очень страдал в одиночестве и решил сам похитить для себя девушку. Его сосед, король Адиджи, устроил турнир, чтобы выбрать жениха для своей дочери Семельде, прекрасной принцессы, но Лаурино он не пригласил, так как тот был карликом. Тогда тот накинул мантию-невидимку, пришел на турнир и украл принцессу. Он решил спрятать ее в своем саду, забыв, что тот невидим для других глаз. Поэтому стража короля Адиджи быстро нашла Семельде. Лаурино окаменел от горя. Солнце же продолжало каждый день окрашивать скалы вокруг в цвета роз, и тот камень, который когда-то был королем, в начале и в конце каждого дня окрашивается в разные цвета. Эта легенда существует в местности Доломитовых Альп, вершины которых на рассвете и закате приобретают пурпурный оттенок. Термин «инросадира» буквально означает «стать розовым». Это явление становится интенсивнее при длинных сумерках летом, в другие периоды года цвет гор может меняться в зависимости от прозрачности воздуха или от метеорологических условий. Горы могут окрашиваться в фиолетовый, оранжевый или розовый цвета. Продолжительность явления инросадиры зависит от положения солнца в разное время года и от атмосферных условий. Скалы, обращенные на восток, окрашиваются в нежно-розовый цвет на рассвете, а на западных склонах заходящие солнце красят горы пурпурным или темно-красным. Явление может усиливаться в зависимости от отражательной способности камня, а также от состава горной породы. Наибольший эффект инросадиры наблюдается в горных районах с содержанием магния и карбоната кальция, немного СЛ. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.